Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert. Сегодня я вам расскажу, как же сделать так, чтобы ваше устройство держало батарею не меньше, чем сутки. О чем идет речь? Чтобы вы понимали, у меня iPhone XS. Вот как можете видеть, XS, Apple A12. Что хочется сказать? Если у вас же, опять же, десятки, XS, у вас амулет-экраны, а все остальные у нас IPS-матрица. То есть, в любом случае, все любят черный экран, темные заставки. Это первое то, что экономит заряд вашего времени. Но для начала я хочу вам показать доказательства. Аккумулятор у меня 100%. Сейчас мы посмотрим. Вот, видите. В воскресенье в 11 часов утра возьмем без 4 минут. Сегодня у меня понедельник уже. Вот, и у меня 51%. Смотрите сами. Сейчас пол пятого вечера. Вы уже к пяти часам вечера, там, пару процентов еще съест. У меня будет 30 часов использования от телефона. То есть, по факту я могу еще столько же. Если под ноль, с тем же самым результатом у меня будет, в принципе, работать телефончик. То есть, убедились сами. То есть, у меня не плюс-версия, чтобы вы понимали. Обычная версия. Что нужно сделать? Нужно полазить по настройкам. В первую очередь, зайти в конфиденциальность, системные службы геолокаций. Здесь только поставить те приложения, которые вам нужны при использовании. Либо просто использовать, спрашивать и так далее, и так далее. Только нужные, по минимуму. Системные службы точно так же. То есть, идентификатор Apple ID, калибровка компаса, там, найти iPhone. Вот, передача данных, то есть, беспроводных сетей и так далее, и так далее. Поставьте все здесь, все, что есть, что вам нужно. Аналитика, вот это вот все. iPhone, то есть, маршруты трафика, получение. То есть, популярное рядом тоже. Убрать это не нужно. Это все, как бы, будет израсходовать вашу батарею. Поделиться геопозицией. Здесь все оставляете. Дальше. Дальше, в принципе, тут движение фитнес отключить. Надо все-все-все здесь полазить по приложениям. Аналитика и улучшения. Мы оставляем только улучшение Siri диктовку. Так как делиться аналитикой iPhone и данные аналитики, это все будет постоянно регулярно отправляться в компанию Apple. И это более нужно для того, у кого какая-то бета сырая, либо просто iOS какая-то плохо работает. Для того, чтобы улучшать, как бы, работу системы. Но это будет, как бы, снижать вашу емкость аккумулятора. То есть, энергозатраты. Дальше. Точно то же сделайте с сотовыми данными. То есть, когда вы включите сотовые данные, вы здесь посмотрите, какие приложения у вас будут работать с ними. Так же сделайте, постарайтесь по минимуму. Только теми, которыми вы пользуетесь. Все остальное вам, в принципе, не нужно. Вот я досмотрел, мне это не нужно. В принципе, опять же, не забывайте убирать обновления. То есть, когда вы перейдете в настройки, обновление ПО, если у вас уже 13.6, то есть, вы без энергосберегающего режима, вот как у меня, вот он, вот этот, вот энергосберегающий режим, вы без него, как бы, подгружаете все данные. Все данные вашего iPhone приложения обновляются, работает в фоновом процессе, тоже дает свою нагрузку. Здесь же, вот, загрузка обновления, если я нажму, она не будет автоматически производиться. Это если уже на 13.6, на других такого нет. То есть, она может загрузиться, но не установиться. Если вы еще и поставите вот так, это у вас будет в обычном режиме. Она сама загрузится и сама установится в придачу, чтобы вы понимали. Вот какая беда. Если это уже намного лучше, в принципе, здесь никаких нареканий нет. Что еще хочется сказать? Используйте, конечно же, не максимальную яркость экрана. То есть, старайтесь ее минимизировать. Так же самое, выключайте там сотовые данные одновременно. Если вы с Wi-Fi пользуетесь, что-то одно выбираете. Bluetooth. Это все отрубаете, тоже дает нагрузку. Виджеты. Если у вас целая тьма виджетов, тоже они пожирают оперативную память. Это дает нагрузку на батарею. Особенно, если у вас сейчас iOS 14, она вообще ужасно быстро будет съедать все, что на вашем рабочем столе. Все, что на рабочем столе, оно, в принципе, сейчас не активно. Только когда прогрузится то приложение, на которое вы поставили обновление, придет, оно что-то будет показывать, отрабатывать. Но не в реальном времени. А виджеты, они всегда есть в реальном времени. То есть, это будет пожирать. Не рекомендую ставить. Ставьте темные темы, темные заставки, темные фотографии на рабочие столы, на блокировку. Точно то же самое. Чтобы чем темнее, тем лучше, как бы ваш аккумулятор будет производительнее, больше держать заряд. Если вы придержитесь всех этих пунктов, вы гарантированно получите максимальную автономность для вашего iPhone. Вот как-то так. Если вы знаете еще какие-то способы, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте палец вверх, оставляйте ваше мнение в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok